привет всем вы на канале пульс земли ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле и так события за 21 марта поехали штате техас было объявлено бедствие из-за мощнейшего лесного пожара на данный момент пламенем уничтожено 60 домов и к сожалению погиб один человек пожарные борются с комплексным пожаром истленд который охватил 60 тысяч гектар и по состоянию на сегодня был локализован только на 20 процентов в городе горман были эвакуированы жители из 475 домов лесная служба техаса предупредила что пожары также могут охватить части околохомы и канзаса они браска предупредила о чрезвычайной пожарной опасности всему виной погодные условия которые помогают масштабному распространению огня пожары вызвали туманные условия за сотни километров от города власти разослали автоматические телефонные сообщения предупреждая жителей района о дыме и пепле на видеороликах размещенных социальных сетях показан масштаб пожара на некоторых кадрах показала что осталось после буйства стихии в южной корее выполнил сезонный снегопад причем в некоторых районах высота снежных сугробов превышает 40 сантиметров такие погодные условия стали причиной столкновение 17 автомобилей на заснеженном скоростном шоссе соединяющим сеул и восточный прибрежный город яньян при этом 10 человек получили ранения 6 из которых были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести для расчистки снега который обрушился на несколько провинций было задействовано 160 человек пожарной и коммунальных служб а также 100 единиц спецтехники в прошлом году при похожих погодных условиях на шоссе сеул яньян зарегистрировали 53 дорожно-транспортных происшествия в которых погиб один человек и 95 пострадали согласно информации корейского метеоуправления количество осадков горной местности достигло 29 миллиметров непогода обрушилась на испанскую провинцию уэльва наблюдается порыв ветра в 25 метров в секунду сильный ветер сносит людей срывает обшивки фасадов со зданий а также срывает крыши и валит деревья как сообщили местные сми сильный ветер стал причиной не только разрушения инфраструктуры на некоторых трассах он переворачивал автомобили службу спасения поступило более 100 сообщений связанных с непогодой в провинции уэльва и более 30 в муниципалитете леппи большинство предупреждений было связано с затоплением домов подвалов гаражей и скоплением воды на дорогах общего пользования синоптики на ближайшие сутки прогнозируют усиление осадков и выпадение не менее 50 литров на один квадратный метр власти уже выпустили оранжево погодное предупреждение которое продлится до среды а местным жителям посоветовали сократить свое пребывание на улице на время буйства стихии в северной части новой зеландии прошел сильный дождь мало этого нужно отметить что это дождь войдет в историю страны как самые сильные осадки которые выпали за один час по сообщениям местных сми выпало 90 миллиметров осадков всего за один час в результате таких осадков в окленде образовались локальные наводнения 70 процентов улиц города оказались затоплены причем средняя высота поводка превысила 60 сантиметров десятки семей покинули свои дома они были эвакуированы во временные убежища эвакуация охватила как минимум 120 домов власти сообщили о сильной активности в небе за один час было зафиксировано более 4000 ударов молнии из них 700 всего за пять минут массивные раскаты грома и молнии заполонили небо спасатели уже успели отреагировать на более чем 150 случаев связанных с наводнением синоптики не исключают ливневых осадков на ближайшие сутки а это может сильно усугубить сложившуюся ситуацию в челябинскую область вернулась зима метели снегопад которые обрушились в ночь на 21 марта создали благоприятные условия для возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральной трассе м5 под мясом автомобили собрались в крупную пробку причиной тому стали погодные условия снегопад и гололедица мешают тяжелым фуром преодолеть подъемы на горных участках дороги дорожный коллапс на скользкой дороге сняли на видео местные жители златоуста результате этого инцидента столкнулись 15 машин автомобили получили механические повреждения пострадавших нет снегопаду который сегодня начался челябинской области дорожные службы оказались не готовы но уже ночью на региональных дорогах работали 105 единиц спецтехники власти предупреждают местных жителей быть максимально аккуратными на дорогах если есть такая возможность не пользоваться личным автотранспортом переждать день или два пока не наладятся погодные условия рио-де-жанейро накрыла масштабное наводнение по информации местных сми за один час на муниципалитет петрополис обрушилась 120 миллиметров осадков под властью стихии оказались целые кварталы и районы а поток воды был такой силы что сметал все на своем пути включая легковые автомобили и людей на данный момент пять человек числится пропавшими без вести на кадрах размещенных местными жителями виден масштаб этого наводнения петрополис совсем недавно пострадал от сильнейших осадков которые спровоцировали наводнение исход массивных оползней и вот опять мы с вами можем наблюдать новые сильные дожди и новые наводнения коммунальщики занимаются откачкой воды а также занимаются восстановлением инфраструктуры четыре района города оказались без света синоптики сообщают что как минимум до пятницы штате рио-де-жанейро будут идти осадки разной интенсивности сильный снегопад осложнил жизнь жителям столицы грузии тбилиси нынешний снегопад грузинской столицы стал самым сильным и продолжительным за последние годы за последние дни во всех десяти районах города и прилегающих территориях было сброшено более 5000 тонн технической соли дома и автомобили засыпало снегом причем в отдельных районах высота снежного покрова действительно впечатляет она достигает 65 сантиметров связи с обильными осадками в городе полностью мобилизованные соответствующие службы дороги расчищаются и посыпаются техсолью но все равно справиться с таким обильным снегопадом не получается часть дорог остается заблокированными для движения транспорта местные сми сообщают что это самый сильный снегопад который был отмечен 2006 года ожидается что сильный снег будет идти еще несколько дней при этом температура будет колебаться от минус 2 до плюс 5 градусов снегопады обрушились и на иран пострадал город ордебиль такие погодные условия перевели к сложной ситуации на дорогах а в некоторых районах водители были заблокированы в течение нескольких часов три человека числятся пропавшими без вести в области урмия они находились в пути когда их застало ненастье за сутки в отдельных районах выпало почти 40 сантиметров снега а в горной местности более одного метра такие мартовские снегопады в ордебиле довольно редкое явление синоптики предупреждают что это не пик осадков они прогнозируют наиболее сильные снегопады в ночь на среду ожидается минимум 50 сантиметров снежных осадков местные власти уже выпустили предупреждение оранжевого уровня и попросили местных жителей отложить поездки на личном автотранспорте в китае произошло трагическое событие разбился пассажирский самолет на борту которого находилось 132 человека о их судьбе пока ничего не известно на месте падения возник лесной пожар китайские сми сообщили что разбился пассажирский самолет боинг 737 авиакомпании china eastern airlines отмечается что самолет разбился в городском округе у джоу гуаньси автономного района на юге китая на место крушения уже прибыли спасатели а также пожарные тем временем социальных сетях появляются кадры с обломками самолета некоторые сми цитируют представителя китайских спасательных служб который сказал что при падении самолет развалился на части о причине крушения пока ничего не сообщается а на месте уже ведутся поисково-спасательные работы к тушении пожара уже подключили и авиацию местность гористая добраться до очага возгорания проблематично плюс сильный ветер и сухая погода помогают огню быстро распространиться за последние сутки на земле произошло 124 землетрясения с магнитудой от 2,0 до 6,3 землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах каких именно вы можете увидеть на своих экранах ну и по традиции минутка позитива на канале пещера дракона на майорке одним из самых популярных мест среди туристов является пещера дракона которую местные жители часто называют пещеры драк к этому же это самая большая пещера острова майорка и самая загадочная местная достопримечательность она расположена в северо-западной части острова на изрезанном бухтами и заливами побережье неподалеку от маленького портового города порту кристо французский исследователь эдуард мартель открыл великолепное кристально чистое озеро которое расположено в самой глубине пещеры температура его воды в течение сего года составляет плюс 20 градусов что соответствует температуре воздуха в самой пещере при том что влажность достигает 80 процентов это одно из крупнейших подземных озер в мире его длина составляет 177 метров а ширина 40 глубина 9 протяженность пещеры в общей сложности составляет 2200 метров спасибо вам за просмотр выпуска спасибо за внимание и до завтра